так ну сегодня у нас гостях наши друзья сергей и оля сейчас они расскажут как они поменяли свою жизнь со всего отвратительного толстого жирного и запрещенного на то что они превратились в марафонцы полу марафонцы 21 километр мы сейчас берем и если рассказывать всю эту историю как это все происходило это займет несколько часов потому что картина картина она из многих пазлов состоит поэтому я предлагаю сегодняшнее интервью это маленькая взять конкретное снижение пожалуйста в двух минутах с тобой за одним столом и в принципе мы с тобой начинали 2019 год 2019 год одна из тренировок по боксу мы там лапы держали и ты предложил на следующую тренировку ходить быстрым темпом ходить быстрым темпом я такой подумал на ходить на самом деле мне было лень тренировать попроще сделать а давай вот так ну а я подписался думаю ходите быстрым темпом это же не бегать получается но я не рассчитал некоторые моменты что евгений маленько не маленько а значительно повыше ростом и шаг ноги у него такой я это осознал на втором километре то есть и ходьба быстрым темпом она превратилась в такой забег такой кросс забег такой в ускоренном темпе то есть же не отошел быстрым темпом а мне пришлось бежать и мы прошли мы ходили 40 минут мы не помни по расстоянию начинали просто 40 минут за 40 минут получилось тогда это два три километра всего только начинал там бегать там в медленном темпе а тут в таком в быстром темпе получилось 40 минут мы и как час по ну помню у евгения это было быстрый шаг а у меня это был забег ну про я пробежал он прошел 6 километров и я концу этого мероприятия был выжатый как лимон сейчас это время прошло 6 километров но каждый день можно взять собраться побежать но тогда это был такой стресс для организма и такой и на сверху и женя потом печать какое-то время предложил а давай через одну тренировку пойдем быстрым темпом я сказал нет лучше на лапах поработали я так то я был не готов у меня сейчас понятно все там со стечением в динаму уже все вы занимались приезжаем находили но он проходит но уже мы уже ходили отдельно я уже не подписывался ты шел отдельно я бежал отдельно по маленькому стадиону просто по маленькому стадиону получается что я бегал на тот момент так что ты на четвертом или пятом круге быстрым шагом ты меня догонял вы какая бегущего получается поэтому это такое мероприятие было не совсем быстрая ходьба и не совсем бег для меня это было такое ну какое-то мероприятие тяжелое сейчас скажи а сколько тогда ты весил но тот момент это было наверное 98 90 сейчас сейчас 76 76 78 в этих пределах я держу держу сколько лет на вес получается 19 года 19 год ну вот начали потихонечку ходить дальше как-то марафон как свои жены приводить марафон за как но это поступательные какие-то движения там жене это как-то не объяснишь это это понравилось далее то это понравилось это со временем полный отказ от алкоголя получается это со временем как-то ты начинаешь там первое мероприятие первые там 10 километров или пять километров соревнования когда ты заходишь на старт там тысячи людей тысячи людей таких же молодых красивых подтянутых и ты просто офигеваешь ну и плюс потом когда ты сам уже со временем с девяносто восьми килограмм от этого брусшего там у такого не очень симпатичного человека подходишь к зеркалу через три-четыре года когда ты себе 6 километров смотришь на себя и говоришь да я просто красавчик ты просто кайфуешь от всего вот и все потихоньку полигон а как та история когда был карантин и бегали по этажам история интересная у нас там воденцово получается в парке закрыли дурь полная конечно было парке закрыли милиция стояла на входе в парк казака казаков каких-то там привлекали что там вообще в парк не зайти и мы как-то это поперута очень непонятно было что происходит там люди ходили в подъездах со спиртовыми салфетками ручки протирали и кнопочки в лифтах там ну а мы живем на девятнадцатом этаже и у нас выхода не было то есть в парк попасть не можем пробежаться мы не можем мы с ольгой прям по лесенкам с двадцать четвертого на 1 и это наверно три четыре три четыре круга туда назад и прям ну это будет а ты до этого занималась в юности а после школы не может вообще было не готова я на самом деле на контрасте то есть я видела как серёжа теряет вес и я с ним поговори там меня это перестало устраивать мне казалось ты всегда худенькая была нет 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 то есть ты тоже сбросила да я сбросила порядка 7 килограмм ну на данный момент у нас несколько официальных забегов с медалями 10 километров и в активе 21 километр у нас полу марафонец она пробегала 21 километр в этом прошедшем году 23 23 году я пробежал самый старый старый в стране 30 километров и пробежал это забег пушкин санкт-петербург в этом году было столетие вот этому мероприятию и в этом году пробежал ну и на двадцать четвертый год в сентябре месяце надеюсь что я стану марафон сам спустя шесть лет то есть идет поступательный процесс с двух километров с ходьбы значит как мы начинали с ходьбы два километра четыре километра потом 10 километров 21 километр в этом году я уже записался взял слот в сентябре на марафон то есть в этом году я буду готовиться к марафону 42 километра а за какое время вот здесь про время не стоит вопрос здесь вообще здесь да я так считал нет но люди занимаются и кто давно давно в теме молодые там еще кто всегда в этой тематике они там конечно ставят какие-то какое-то время но здесь у меня в по времени не стоит мне надо просто закрыть этот закрыть эту историю до без 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 привязки к времени я я вот про себя помню когда я был молодым и красивым в лучшей форме ну я весел 150 килограмм ну я пробегал за час 10 километров хорошая скорость час часа 6 но это 10 километров а это в четыре раза больше пробежать но это круто это получается минимум а все еще один момент такое тоже вот так когда общаемся с друзьями так раз а рассказываю все на самом деле вот у нас в голове на 10 километров первый раз 10 километров я я выходил год на 10 километров в год я не мог пробежать 10 километров то было там 9 700 у меня шнурок порвался то там 9 500 у меня там дождь пошел там ливень какой-то весь промок получается но я понимаю что это просто такие отмазки то есть я выходил я не был готов здесь в голове то есть вот и не мог хотя я бегу сегодня 10 километров не могу пробежать я много раз там за река в этом и и не получалось у меня то есть я год выходил на 10 километров но когда я пробежал 10 километров когда я закрыл наконец все психологически был готов я знал что 21 километров я пробегу с первого раза я сказал завтра пробегу 21 километр я пробежал с первого раза это не стало вообще никаких трудов и каких-то там просто взял и пробежал 21 километров то есть здесь это все потихоньку поступательно складывается в голове и вот это десятка она была подготовка 21 километру это 21 километр подготовка 30 километров 30 километров это подготовка к 42 потихоньку 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 я знаю что если бы я сразу например десятку пробежал что-нибудь себе там надорвал, еще с весом там не сбавишь. Если бы не начали ходить, ну, там, ходить с весом, с этим большим, пробежал 2 километра, что-нибудь себе надорвал или еще что-то, и 30 километров этого, ну, 23-го года их бы не было. Я бы просто сказал, какой бег вы, что это такая, ну, это дрянь вообще полная. То есть поступательно-поступательно, ко всему надо с умом подходить. И со временем тебе там ум также тебе дает возможность потихоньку-потихоньку-потихоньку там настраиваться на другие дистанции, на другие мероприятия. Слегория, вот еще такой вопрос. Вот вы как начали бегать, а как у вас поменялось питание? Оно поменялось определенно, но мы ничего специально не меняли. То есть это как-то само собой, мы поняли, что хлеб не надо много. И вообще, ну, скажем, минимизируемое такое, мучное, сладкое. Как-то само собой, на самом деле. Мы просто понимаем, что если я завтра хочу пробежаться 10 километров, ну, как я могу взять и натрескаться от души? Ну, я не пробегу. Ну, то есть какие-то там специальные диеты или еще? Мы никогда этого не делали, вообще никогда. То есть рацион сменился однозначно, там, вообще полностью сменился. Но он сменился как-то тоже. То есть организм тоже там уже начинает там сам себя от тебя требовать. Там, нет, ну, я до 30-45 лет, я перец красный вообще не ел. И творог мы не употребляли. Творог мы не употребляли. Если сейчас красного перца дома нету в холодильнике, это надо собираться идти за красным перцем. Нет, колбасы есть нечего, так же и с перцем. Да, он должен обязательно быть, то есть за эти там 5 лет получается. Там, я не знаю, там, несколько вагонов перца красного. Ну, производители красного перца мы поддержали однозначно. Он всегда есть, ну, утром и вечером, и днем. Творога много достать. Мы тоже любим красный перчик. Самый главный, самый важный вопрос, наверное, для нас с Катюшкой, это какой пример вы подали своему сыну Кириллу? Я бы тебе так скажу, что тут даже не мы подали пример, а он нам. На самом деле, это он был главным специализатором. Это один из пазлов, ну, то есть, мы сказали, картина она из многих пазлов, это один из пазлов, как мы с тобой начинали. А вот там большой, значительный пазл, это тоже, это сын наш Кирилл получается, то есть, ну, определенный, ну, возрастковый период. Ну, получили, ну, сколько лет, 15-16? Да нет, это уже после школы, это уже колледж получается, то есть, там определенные проблемы взаимоотношения в наших, и он нам такой пенок большой. Момент засления у него, момент отпускания его. Да. Мы как-то так тяжело это переживали. И, 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 мой, мой первый, первое мероприятие мое было, это забег в Санкт-Петербурге, и, ну, северная столица, северная столица. Получается, я на десятку уже вышел, год готовился. А Кирилл на тот момент у нас находился в Питере, там изучал, там, массажи, там, всякие мероприятия с нашим, там, был, ну, там, общался с нашим другом, там, с Алтая, с Барнаула, тоже на одном районе жили, с Максимом, тоже, ну, там, огромное спасибо, он тоже очень сильно повлиял. И Кирилл говорит, а я уже 10 километров побегу. Он никуда ничего не готовился, ничего не бегал, то есть, если у меня там год занял, он там одевает кроссовки. Я такой, ну, это год готовлю, я уже десятку бегаю, а он-то вообще не бегает, получается. Мы стартуем, ну, он меня, он слукаил, он меня, он на тот момент уже нет, на тот момент уже не курил, ну, до этого, да, до этого он курил, но на тот момент уже нет. И получается, мы стартуем, мы там что-то 3-4 километра пробегаем, я смотрю, там, ну, где-то рядышком, держался, держался, а потом такой, отстает, 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 а я, мне, я чувствую, что темп поймала нормально, я в своем темпе бегу, специально не отрывался, но бегу из, и потом я его потерял, получается, смотрю, его там нигде нету, Ну и я все спокойно и там душой бегу, думаю, добежит, добежит, не добежит, не добежит, что взрослый человек, ну где-то потеряется, что созвонимся. В общем, остался где-то, наверное, метров 700 до финиша. Папа уже ваш набегает. Да, я такой набегаю потихоньку на финиш и такой, у меня как стоячего такой обгонят. То есть он отсиделся за спиной у меня 9,5 километров, ну там, и на финише обгоняют. И я такой, у меня закусило, получается, я такой думаю, верну, а все, сил уже нету, получается. И он от меня, ну, пыли, финишировал вперед, ну то есть он чисто, чисто избрал такую тактику, отсиделся у папы за спиной и финишировал первый. Не готовлюсь никуда, да, стимулировал, вот ты спросил про стимул, про стимулировал, человек не готовился, никуда взял десятку, пробежал с первого раза, еще и меня обогнал, когда я там готовился. И год выходил на эту десятку. У нас у Терила тоже медаль Санкт-Петербурга 10 километров, и у меня первый забег в Санкт-Петербурге, да, вот тоже 10 километров. Такая история с ним была, вот, братья, обратите футболочку про Сибирь у вас. Мы сибиряки, сибиряки, поэтому я специально надел к другу в гости, приехал специально на футболку надел. Ну, я думаю, на сегодня достаточно. Да, круто, конечно. Я вообще скажу так, что Сергей и Соли, они пример, как можно поменять качественно свою жизнь в лучшую сторону, стать из красивого и старого, молодого и красивого, и здорового. Так что занимайтесь спортом, бегом, кроссом, а кто имеет, да, уже лишний вес, начинайте с ходьбы, присоединяйтесь ко мне. С вами был Маликова Ада. Давайте чокнемся. Мы чаем, чаем, чаем. Молодцы. О, спорт, ты мир. Молодцы. Молодцы. Продолжение следует...